В Северном Казахстане кадровые назначения. По распоряжению Акима области при согласовании с администрацией президента Республики Казахстан и депутатов районного Маслихата, Акимом Акаинского района назначен Даурен Байтулешев. Активу района нового руководителя представил глава региона Ерик Султанов. Материал подготовлен телерадиокомпанией «Казахстан-Петропавл». Даурен Байтулешев, 1979 года рождения, по образованию юрист. Внушительный послужной список заслуживает уважения. По словам Акима Североказахстанской области, практические опыты и профессиональные знания положительно скажутся на развитии района. С сентября 9 по январь 10 работал руководителем управления пассажирского транспорта автомобильного дорог Караганинской области. С января 10 по август 12 года был директором департамента кадровой работы в Центральном аппарате партии «Нуратан». С 2012 года по настоящее время Байтулешев работал главным инспектором отдела регионального развития канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. Глава региона Ерик Султанов поставил перед новым Акимом ряд задач, среди которых качественное проведение предстоящих выборов президента страны и подготовка к пассивной кампании. Ставлю задачу Акиму района по итогам 2015 года увеличить показатели по сельскому хозяйству. Также прошу вас обратить особое внимание на следующие актуальные задачи – повышение и своевременная выплата заработной платы работникам предприятий и организаций района. Создание новых рабочих метров, исключение роста доходов населения, взять на контроль эффективность использования выделенных бюджетных средств, качество представления государственных услуг. В свою очередь Акима Каинского района Даурен Байтулешев поблагодарил собравшихся за оказанное доверие, пообещав исправно выполнять свои обязанности. Со своей стороны я обязуюсь в качестве и в полном объеме выполнять те посторонние задачи и цели города государства, правительства и города. Выгодное географическое положение района и его мощный потенциал обязательно должны сказаться на социально-экономическом развитии района, а это в свою очередь положительно отразится и на уровне жизни сельчан, заключил Ерик Султанов.